Добрый день! Европейская валюта опустилась на 1,06% или 124 пункта. Не помогла евро и пятничная вялая экономическая статистика из США, где индекс потребительской уверенности по данным университета Мичигана, вопреки прогнозам, опустился с 91 до 89,7 пункта, а объем промышленного производства снизился на 0,6% вместо 0,1%, как ожидали аналитики. В среду также вышли слабые отчеты, после которых доллар начал понижательный тренд. В четверг он продолжился после публикации индекса потребительских цен в США, который вырос на 0,1% при прогнозе повышения на 0,2%. Подобные данные убеждают инвестора в том, что Федеральная резервная система, по всей видимости, не будет повышать основную процентную ставку в ближайшее время, что делает доллар непривлекательным объектом инвестирования. Кроме того, пара австралийский доллар-доллар США выросла до 10-месячного максимума 0,7725 против американского соперника. Австралийский доллар поднялся более чем на 2% или 177 пунктов в течение недели, после того, как появились обнадеживающие данные по занятости, которая увеличилась на 26 100 рабочих мест. Уровень безработицы упал при этом до 5,7%. Подобные данные, как ожидается, уменьшают шансы на снижение ставки Центробанком страны. Стоит отметить, что пара новозеландский доллар-доллар США также демонстрировала рост за неделю, прибавив 1,5%. Это все о текущих тенденциях на форке. Спасибо за обзор в валютных партах, Мина. Пожалуйста, Анна. А кто был у руля на товарном рынке на прошлой неделе? Быки или медведи? На этот раз медведям удалось продемонстрировать свое превосходство. А что же способствовало продажам? Рынок нефти по-прежнему перенасыщен, а золото находилось под давлением сильного доллара и дорожающих акций. На пятничных торгах нефть марки Brent теряла 2,55% своей стоимости, а фьючерсы на нефти WTI – почти 3%. Трейдеры продавали нефтяные фьючерсы, не веря в благоприятный исход встречи в Дохе. Так оно и случилось. Крупнейшим производителям нефти не удалось достичь соглашения по ограничению добычи нефти. Тем не менее, по итогам всей ушедшей недели нефть марки Brent подорожала на 2,34 доллара до уровня 43 доллара 11 центов, а нефть WTI на 1,99 доллара до отметки 40 долларов 36 центов. В воскресенье в Катаре состоялась встреча, на которой страны-производители нефти не смогли прийти к соглашению по заморозке добычи на сегодняшних уровнях, пытаясь сдержать переизбыток на рынке, где спрос уступает предложению примерно на 1,5 млн баррелей. В то же время золото немного подорожало в пятницу после трехдневного падения, благодаря которому металл завершил неделю в минусе, так как сильный доллар и рост рынка акций ограничили интерес инвесторов. В конце пятничной сессии золото торговалось по 1235 долларов 70 центов за тройскую унцию. За неделю металл подешевел примерно на 1%. Анна, спасибо за обзор товарного рынка. Пожалуйста, Тахмина. Вы смотрели недельный обзор валютного и товарного рынков на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами были мы, Тахмина Соломова и Анна Касаткина. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok